Эфир телеканала «Россия-24» продолжает вести Ульяновского региона. В студии Ирина Шмыгова. Здравствуйте. Вот о чем будем говорить сегодня. Межрегиональное сотрудничество и новые проекты с КНР. Итоги главного заседания недели в репортаже Игоря Кранцева. В регионе готовят образовательные организации к началу нового учебного года, как преобразилась школа-интернат номер 26. А также дело сыновей Зевса на финишной прямой. Подсудимые признали вину в производстве наркотиков. Итак, сотрудничество с Нижегородской областью и КНР. Начало работы летних загородных лагерей к приему детей и нацпроект «Жилье и городская среда». Таковы основные пункты повестки сегодняшнего заседания по комплексному развитию региона. Игорь Кранцев подробнее. Глава области в эти дни находится в рабочей поездке в столице. А потому вышел на связь в режиме видеоконференции. Первые слова о работе в Москве. В частности, о привлечении средств в областной бюджет. Региональная казна пополнилась еще на 1,7 млрд рублей. Данные средства будут направлены на модернизацию коммунальной инфраструктуры. К слову, эта неделя проходит под знаком нацпроекта «Жилье и городская среда». И профильное ведомство заявило о планах по реконструкции 86 дворов многоквартирных домов. Но количество адресов, где будет произведено благоустройство, может увеличиться. На прошлой неделе мы одобрили еще пять заявок. И до 1 июня будут направлены на участие в конкурсе наши города, малые города, для того, чтобы благоустроить дополнительно той программе, которая действует на территории области, еще пространство в пяти муниципальных образованиях. Внимание также итогом визита руководства региона в Нижний Новгород. В частности, достигнута договоренность с руководством группы компании «ГАЗ» об индексации зарплат работникам Ульяновского моторного завода, который входит в состав компании. Уже в ближайшее время мы совместно с группой «ГАЗ» приступим к подвижению проектов развития этой важной для Ульяновска индустриальной площадки. Помимо этого, совместно с правительством Нижегородской области мы наметили ряд важных проектов в развитии внутреннего туризма. А вот с китайской стороной на российско-китайском форуме удалось достигнуть договоренностей о возможном появлении в регионе нового крупного производства. Доклад, кстати, тоже прозвучал посредством удаленной связи. И не из Москвы, а из Ижевска. Это сборочное производство малотоннажных грузовиков общей грузоподъемности 6, 7,5, 9 и 12 тонн. Все необходимые договоренности предварительно достигнуты. Если проект – дело будущего, то летние каникулы уже фактически наступили. В пяти лагерях стартовала первая смена. Основное внимание уделено безопасности пребывания детей на территории детских оздоровительных лагерей. Поэтому сейчас проведены все мероприятия по подготовке противопожарных мероприятий. И то, что касается антитеррора, заключены своевременные договора с медицинскими учреждениями. Глава области отметил, что безопасность детей на каникулах – общая задача. Необходимо сделать так, чтобы лето принесло юным ульяновцам только положительные эмоции. Отметил Алексей Русских. И о происшествиях. Сегодня ранним утром на железнодорожной станции Ульяновск-2 две цистерны с газовым конденсатом сошли с рельсов. Одна из них перевернулась. Причины произошедшего устанавливаются. Известно, что в результате ЧП никто не пострадал. Разлива груза и угрозы экологии нет. Все находится под контролем. Движение поездов не прерывалось. Работают в штатном режиме. На сегодняшний момент производится восстановительная работа. Восстановительным поездом Ульяновска-Центральная. Как бы работа по плану. Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте Следственного комитета России уже организовано проведение доследственной проверки по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба. Масштабный ремонт к началу учебного года и планы по продолжению обновления на предстоящие каникулы в канун лета в Ульяновской школе-интернате номер 26 рассказали об изменениях, которые уже произошли в учебном заведении, а также поделились планами на будущее. Здание, в котором располагается школа-интернат номер 26, выделяется среди частных домов на севере Ульяновска. И сейчас оно выглядит почти как в 67-м, когда было построено. Благодаря федеральной программе к новому учебному году здесь провели в порядок и отмостку, и фасад, и кровлю, и внутренние помещения. Обновили и учебный инвентарь. Галина Поспелова работает здесь уже четыре десятка лет. И эти обновления превзошли все ожидания. Одна виртуальная доска чего стоит. Подрастающее поколение техническую новинку освоило быстро. Мы не мечтали, что у каждого ребенка появился наконец свой шкафчик, удобные парты. И, конечно, нашему счастью не было предела, когда появилась интерактивная доска. Потому что востребованность в визуальной информации очень большая у детей. Родители еще год назад с радостью поддержали ремонт. Школа действительно устарела. Но результаты превзошли ожидания. Дети, классы и коридоры тоже узнали не сразу, но переменам обрадовались. Они говорят, что им стало комфортнее в школе. То есть более приятно стало находиться в школе. Интереснее стало находиться в школе. И захотелось больше проводить времени в школе. При этом в школе интернации продолжат обновления и нынешним летом. Речь идет и о новом оборудовании. Мы снова в новом проекте. Это нацпроект образования, доброшкола. Мы ремонтируем четыре кабинета специализированных. Это кабинет учителя-логопеда, химии, биологии, технологии и физики. Также у нас будет кабинет дополнительного образования, робототехника. Капремонт также прошел в учебных заведениях Сурского, Радищевского, Корсунского, Меликесского районов. Дело сыновей Зевса близится к завершению. В Ульяновском областном суде прошли премии о громкой истории по созданию нарколаборатории в Старомайнском районе. Сторона обвинения изложила суд дел и запросила наказание для подсудимых. Так в ноябре 2021 года силовики Татарстана в лесополосе обнаружили солидный тайник наркотиков – почти 10 килограммов мифедрона. В ходе расследования выяснилось, двое братьев жителей Казани в частном доме в селе Базарно-Мордовский Юрткуль Старомайнского района организовали нарколабораторию. Для реализации наркотиков привлекли еще одного подельника. Группировка действовала по указанию неизвестного лица, скрытого под псевдонимом «Сын Зевса», который руководил действиями наркобаронов и снабжал их реагентами для производства мифедрона. Расплачивать с ними с помощью биткоинов при этом ни Зарев, ни Сирозев не знали, так называемого «Сына Зевса». То есть все было профессионально, использовался мессенджер, где пропадали сообщения после того, как была переписка. Дом оборудовали вытяжкой для отвода запаха химриагентов. О ходе производства «Сын Зевса» отчитывались с фотографиями. Итоговый продукт сбывали в Татарстане, Чувашии и Ульяновской области. В феврале прошлого года злоумышленников задержали. При обыске лаборатории было изъято более 75 килограммов мифедрона. Подсудимые свою вину в производстве наркотиков признали, но участие в ОПГ отрицали до последнего. Суд объявил перерыв до 14 июня, чтобы стороны подготовились к репликам. В Ульяновске завершены проверки детских оздоровительных лагерей. Специалисты проконтролировали готовность «Орленка», «Огонька» и лагеря имени Деева. В состав комиссии вошли представители городского управления образования, Роспотребнадзора, Росгвардии, медики и члены общественной палаты Ульяновска. В этом году особо пристальное внимание уделено вопросам обеспечения безопасности детей. Загородные лагеря должны быть оснащены всеми инженерно-техническими системами, в том числе автоматической пожарной сигнализацией и кнопкой экстренного вызова Росгвардии. Чтобы были соблюдены все меры антитеррористической направленности, меры санитарного плана, чтобы было хорошее питание у детей, наличие посуды, были заключены договора по обслуживанию, наличие постельных принадлежностей, медикаментов, то есть чтобы были все созданы условия для комфортного пребывания детей в летний период. В этом году мы сделали ремонт центральной аллеи, заасфальтировали, провели обработку территории, сдали лабораторные анализы на воду и на землю, которые здесь у нас, закупили постельные принадлежности, дополнительно кровати и тумбочки. Первая смена начнется уже 1 июня. В лагере Меидеева за лето по плану смогут отдохнуть около тысячи детей. На этом все. Спасибо, что были с нами. Инфиротелеканал «Россия-24» продолжит авторская программа Виктории Дроновой. Кто сегодня гость арт-студии? Узнаем через несколько минут. В ближайшие сутки атмосферное давление будет падать. Ожидается облачная погода, кратковременный дождь, локально грозы, ливни. В отдельных районах, возможно, гроза. Ветер восточный с переходом на юго-западный, умеренный, при грозе – порывистый. Температура воздуха ночью по области от 13 до 18 градусов тепла. В Ульяновске плюс 14, плюс 16. Завтра днем по области от 22 до 27 градусов со знаком «плюс». В Ульяновске плюс 24, плюс 26. В лесах области сохраняется высокая пожарная опасность четвертого класса. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова